К 10 часам утра в гимназии Дмитров проголосовали несколько десятков избирателей. Самые активные пришли за несколько минут до открытия избирательного участка. По доброй традиции для ветеранов войны и труда и пожилых людей здесь было организовано чаепитие. Пенсионерам было трудно разобраться в тонкости голосования, ведь каждому выдавали на руки по четыре бюллетеня. Поэтому чашка чая после изучения всех имен и фамилий кандидатов, а также название политических партий была весьма своевременна. С 8 утра у нас все 96 избирательных участков открыты. И как ни странно, если сравнивать 5 лет назад, в 2011 году и сейчас, то сейчас более активнее население идет. Потому что реально, я думаю, что люди видят, что реально происходит в их жизни. И главное, особенно с последними событиями не только в стране, а в нашем мире, я говорю, конечно, все хотят, чтобы мир, спокойствие был. Глава Дмитровского района проголосовал в гимназии Дмитров в утренние часы. Впервые голосующим избирателям, которым совсем недавно исполнилось 18 лет, на избирательном участке вручали памятные подарки, сертификаты, календари и билет в Ледовый дворец на бесплатное катание. К участковой избирательной комиссии, что находится в районном Доме культуры созвездия, прикреплено 2000 избирателей. Несколько человек взяли открепительные удостоверения, чтобы проголосовать на другом участке. Для людей с ограниченными возможностями здоровья здесь была установлена специальная ширма. В целом, голосование проходило в спокойном режиме. Каждый гражданин России обязан выполнить свой гражданский долг. Я пришла сегодня, чтобы проголосовать. Конечно, хочется стабильности, чтобы не было войны, и чтобы наши дети спокойно росли, учились, и развивалась культура, спорт и образование. Пришла проголосовать, выполнить свой гражданский долг с новой властью. Я надеюсь, что культура у нас будет процветать, развиваться, и дети будут серьезно относиться к культуре. В участковой избирательной комиссии номер 300, расположенной в Доме культуры поселка Икша, на 12 часов проголосовало 18,5% избирателей. По словам председателя комиссии Елены Корнеевой, голосование проходило активно, и временами даже возникали очереди за бюллетенями. В этом году в Икше расселили 19 аварийных домов. В этой связи изменились адреса проживания жителей и, соответственно, прикрепление к избирательным участкам. Но эту проблему здесь решали быстро и направляли часть голосующих в соседнее здание физкультурно-оздоровительного комплекса, где расположена еще одна участковая избирательная комиссия. Много уже проголосовало по открепительному удостоверению, но некоторые москвичи, скажем так, недовольны с тем, что они получают только один избирательный бюллетень. Да, требует второй. Мы им объясняем, что они по другому избирательному округу, голосуют только по партийному списку. Некоторые понимают, некоторые говорят, что нет, их это не устраивает, и они будут, в общем, разбираться. А что касается дачников или тех граждан, которые здесь имеют частные домовладения, в основном люди пожилого возраста, очень расстраиваются из-за того, что они не могут проголосовать, так как у них московская прописка. В этом году все избирательные участки страны были оснащены камерами видеонаблюдения. Видео с большинства из них транслировалось в интернете. Ход голосования и работы участковых комиссий контролировали наблюдатели от партий и кандидатов. Некоторые кандидаты лично проверили работу участковых избирательных комиссий. Сетило уже несколько участков, достаточно активно и очень планомерно идет работа. По крайней мере, мы нарушений не видели. И вот буквально после 11 часов все больше и больше идет избирателей. В этот раз выборы идут особые, они посмешаны системе. И поэтому многие, именно те, которые баллотируются по одномандатным округам, они и будут нести всю ту ответственность и встречаться с избирателями. Избиратели будут лучше знать, за кого они голосовали и с кем они будут дальше работать и решать свои вопросы. Предварительные итоги голосования Дмитровская территориальная избирательная комиссия подвела в понедельник. В Дмитровском районе явка избирателей составила 46%. По нашей территории в Московскую областную думу уверенно прошла Марина Шевченко, набравшая 50% голосов избирателей. В Государственную думу Ирина Роднина. За нее проголосовали 49% жителей. Среди партий и в Государственную, и в областную думу с большим отрывом лидирует Единая Россия. Затем идут Коммунистическая и Либерально-Демократическая партии. Остальные партии набрали единичные голоса. В Яхрамском городском поселении проводились выборы главы муниципалитета. Безоговорочным лидером голосования стал действующий руководитель Сергей Дворников.